Я работаю главным конструктором на заводе по производству лекарственных средств в Воронеже. Для производства продукции мы используем различное фармацевтическое оборудование, соответствующее требованиям и стандартам GMP. Четыре месяца назад наше предприятие решило освоить производство препарата в капсулах для желудка. Купили оборудование для производства препарата, организовали участок и начали процедуру получения необходимых документов для сертификации продукции. В фармацевтическом производстве важно контролировать качество сырья и готовых лекарственных средств. Наше предприятие перед запуском препарата проводит ряд опытных испытаний, исследований при помощи различного лабораторного оборудования. Для этого необходимо предоставить опытные образцы. Чтобы сделать единичные образцы капсул для испытаний, решено было по сути купить устройство для заполнения желатиновых капсул. И вот я приступил к поиску решения задачи с чувством уверенности, что сразу найду подходящий вариант. Найти устройство необходимо было по сути в течение трех недель. Процесс сертификации, длительная процедура и чем быстрее я найду приспособление, тем быстрее мы запустим препарат в производство. По рекомендации коллег первым делом я обратился к европейским производителям оборудования. Они могли мне посоветовать какой-нибудь прибор или сконструировать его. Самостоятельно я выбрал два компании, одна находится в Италии, другая – в Нидерландах. Отправив заявку им на электронную почту, через три дня я получил ответ от итальянской компании, которая сообщила, что у них есть свое разработанное устройство для заполнения капсул. Однако оно входит в комплект с оборудованием для заполнения желатиновых капсул, а отдельно оно не продается. компания из Нидерландов написала в электронном письме, что не работает со странами СНГ. Первый шаг оказался для меня не очень удачным. Я понимал, что нет безвыходных положений и продолжил поиск решения задачи. Самостоятельно найти устройство для заполнения желатиновых капсул у меня не получилось, и я решил обратиться к специалисту-посреднику. Мне нужен был профессионал, который, в принципе, работал бы длительное время в сфере поставки фармацевтического оборудования. Разбирался в своей сфере и смог бы мне грамотно посоветовать оптимальное по качеству и цене устройство. Поиск специалиста я начал в интернете. Выбрал три самые презентабельные компании. В качестве критерия я рассматривал время работы фирмы на рынке поставки оборудования, сайт компании, условия поставки машины. Всем компаниям я позвонил по телефону, чтобы, главным образом, убедиться в профессионализме менеджеров. Специалист одной компании сказала подождать пять минут, но так и не выслушала меня. Такое отношение к клиенту мне не понравилось. Менеджер другой компании поговорила со мной вежливо, задавала вопросы о необходимой производительности устройства, сроках изготовления. Через пять дней на почту я получил от них 10 вариантов различных машин для наклеивания этикеток и предложение сделать выбор самостоятельно. Я понял, что у них нет профессионального подхода и мне не помогут в решении поиска устройства. Последний, третий вариант посредника оказался для меня удачным. Менеджер мужчина говорил со мной как с профессионалом. Задавал конкретные вопросы о производительности устройства, характеристиках капсул. На этапе консультации он предложил устройства, которое смог быстро согласовать с руководством предприятия. Автомат был приемлем по характеристикам и по цене. В течение недели мы заключили договор на поставку устройства для заполнения твердых желатиновых капсул. Я до конца не был уверен, подойдет ли наши капсулы в данное приспособление, и специалист предложил выслать несколько незаполненных капсул для тестирования. Через неделю я получил на почту видео, в котором демонстрирует принцип работы устройства. Аппарат был сделан из нержавеющей стали. Он достал кольцо с отверстиями и вставил его в приспособление для фасовки. Устройство было по сути поставлено в течение двух недель. Мы остались довольны приспособлением по рекомендованным и поставленным менеджерам компании из Москвы. Изначально я скептически относился к предложенному варианту приспособления, однако опыт показал, что в любом деле необходима грамотная консультация профессионала. И тогда это дело будет успешным. Люди думают, что профессионалам в своем деле все дается легко, однако я точно уверен, что такие специалисты работают, чтобы, главным образом, нам так и дальше казалось.